Ну и в нашем чистом городе, в окружной столице, сегодня состоится концерт под названием «Солисты. Наша гордость». В исполнении концертного оркестра Югры художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Сверидов сегодня в нашей студии. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите об этом проекте, чья это идея и в чем особенность этого проекта. Ну, так скажем, для Югры эта идея моя, а вообще это давно уже принято в наших крупных столицах, в Москве, в Санкт-Петербурге. Это такая хорошая практика для музыкантов, которые работают в оркестре. Солисты, наша гордость, имеется в виду, что вот человек все время сидит в оркестре, постоянно играет, а его не видно и не слышно, как вот отдельный солирующий инструмент. И вообще публике было бы интересно представить разные инструменты и показать людей, которые делают для них музыку каждый месяц, каждый год на наших сценах югорских. Вот. И мне такая идея пришла в голову, я решил показать эту программу здесь, в Югре. Сергей, ну речь идет о солистах-инструменталистах? Только инструменталистах, да. Кто эти люди? Может быть, назовем имена? Да, безусловно. Сегодня мы услышим Анастасию Чугайнову, студентка колледжа-интерната Центра искусств для одаренных детей Севера. Она скрипачка, очень талантливая девочка. Это Олег Боровков, небезызвестный нам всем саксофонист Ханты-Мансийской, и лучший саксофонист Югры, на мой взгляд. Это музыканты оркестра Андрей Вайгант, Владимир Авдеянцев, это кларнетисты. Это Виталий Рябцев, тромбонист. И известный концертмейстер и пианистка Наталья Александрова, которая на протяжении нескольких лет подряд выпускала студентов филиала Академии Гнесиных. Вот те самые имена солисты нашей гордыни. Да. Нас, может быть, удивились, почему концертный оркестр Югры, почему они... Ну, это уже, на самом деле, эта идея в голову мне пришла еще в прошлом году. Почему? Потому что все-таки наш коллектив исполняет не совсем привычную для широкой публики и массы зрителей духовую музыку, а скорее симфоническую, джазовую, джаз-роковую музыку. И в том контексте, как мы это делаем, это все-таки больше концертный коллектив, нежели чем просто духовой оркестр. Потому что формат духовой оркестр, он предполагает широкое выступление, там, я не знаю, на площадях, на каких-то стадионах, там, на обеспечении массовых мероприятий. Безусловно, наш коллектив это не обходит, но в первую очередь это все-таки концертный коллектив, который представляет филармонические программы каждый месяц на главной сцене Югры. Но если уж мы заговорили о формате, сейчас модное слово формат. Какой формат, что за произведения будут сегодня звучать? Я специально подобрал настолько популярную классику и джазовую музыку, что даже вот люди, которые не совсем привыкли к подобному формату, да, общения с филармоническим коллективом, люди услышат музыку эпохи барокко, это от Иоганна Себастьяна Баха, до Джоза Винулла, это известный джазовый и фьюжн музыкант второй половины 20-го столетия. Концерт будет в двух отделениях, я думаю, что публике будет очень интересно подобная программа. Ну вот говоря о тех, кто приобщается, каждый раз мы приглашаем все новых зрителей, кроме ценителей классической музыки, и надеемся, что зрителей действительно с каждым концертом становится все больше, и вы частый гость нашей программы, друг нашей редакции. Иногда мы проводим в эфире такой некий ликбез, да, вот, может быть, сегодня в двух словах расскажем о расстановке музыкантов, вот от чего зависит то, что... Хорошо, это... От чего зависит звучание, да? Ну, во-первых, есть такое понятие акустика звука, физика звука, в принципе. Значит, чем больше коллектив, ну, в данном случае берем непосредственно наш коллектив, оркестр Югры, чем больше он становится, я начинаю выбирать тот баланс звука, который мне нужен как дирижеру для того, чтобы преподнести звуковую картинку в зал. Опять же, записывая, например, диск, как мы это делали в прошлом году, это немножечко другая расстановка. Потом, как это вижу я, обязательно в первых рядах сидят всегда группы деревянных инструментов, это высокое дерево, флейты, гобои, кларнеты, и более низкая медь, это тромбоны, тубы... Уходит назад. Уходит назад, да, и, как правило, вот на нашей сцене я ставлю их на подставке, то есть принцип амфитеатра получается, оркестр сидит полукругом, но все время с возвышением, с каждым рядом выше и выше. Это дает ощущение такого более естественного звука. Опять же, я говорю, все зависит от площадки. Приезжая, например, в какой-то другой город, либо в нашем регионе, либо выезжая за пределы, нужно выбирать точку опоры именно акустическую, то есть в зависимости от размеров зала. И каждый раз вы меняете вот эту расстановку? Не скажу, что прям принципиально меняю, но, например, уровень посадки, либо я всех сажаю в один уровень, либо начинаю поднимать, либо поднимать очень высоко, либо расставлять очень широко музыкантов друг от друга, либо как можно плотнее и ближе. Это зависит, опять же, от всего напрямую только от акустического. Но сегодня музыкальная картинка будет на высшем уровне. Да, потому что мы все-таки выступаем на главной сцене Югры, конечно. И эффект звука будет потрясающим. Мы всех приглашаем в Югра-классик сегодня в 19.00. Ждем наших слушателей, зрителей и любителей нашего творчества на новой программе. Что ж, спасибо вам большое, Сергей Сверидов в нашей студии. Хорошего вам дня. Спасибо. С вами же не прощаемся. Увидимся через пару минут в студии прямого эфира. Субтитры сделал DimaTorzok